Мне зовут Дмитрий Карловский, я безработный, поэтому у меня есть куча времени для того, чтобы заниматься разными активностями. Музыкой, спортом, языками, хождением по всяким JavaScript конференциям и занятия компьютерной наукой. Об одном таком исследовании, которое вылилось в библиотеку, которую вы можете потом попробовать использовать, я сегодня и расскажу. Но сперва давайте обозначим проблемы, которые мы будем сегодня решать. Для этого мне потребуется ассистент. Значит, ваша задача – угадать проблему. Мы ее будем пытаться показать, вы ее будете пытаться угадать. Итак, многие из вас наверняка уже попробовали на стенде Альфа-банка поуправлять роботом. Что, если я вам скажу, что управлять с помощью вашего телефона можно не только роботом, но и людьми? Например, этой очаровательной девушкой. Итак, следите за руками. Против упрощения, небольшая заминка. О! Все-таки работает, да? В чем проблема? Есть идея? Что? Да. Низкая отзывчивость интерфейса. Она складывается из низкого фпса, из лагов, долгой реакции интерфейса на действия пользователя. Ну ладно, оставим эти хипсовские технологии более ухоженным людям и попробуем более классический способ подката к девушке. Что не так? Давайте, идеи. Да. А проблема в чем? Именно реализации. Да. В момент, когда пришли данные, они уже усталили. Так. Время доставки. Ладно. Проблема в том, что начатое действие, оно не учитывает изменения в окружающем мире. В том времени, как я заканчиваю действие, ситуация уже поменялась. И на самом деле уже где-то посередине действие уже не требуется. Нужно поменять на какое-то другое. Например, поменять направление. Другая иллюстрация. Следующая. Это уже спойлер. Следующая проблема. Сейчас вы видите иллюстрацию предыдущих проблем. Так. Сейчас. Секунду. Чего? Что-то бодаешься. Ну ладно, прощаю. Давайте идеи. Неотзывчивость. Ну почти, да. Блокирование там. Да. Пока мы заняты какой-то одной задачей, мы не реагируем на другие задачи. То есть всем остальным задачам приходится ждать, пока мы выполним их. Вот. Другая иллюстрация этой проблемы. Это, допустим, вы купили себе желтый лотус. И едете на нем по хайвее, и перед вами железнодорожный переезд. Вот. И обычно вы бы проехали там за долю миллисекунд, не останавливаясь. Но из-за того, что перед вами очень-очень длинный поезд, который там имеет где-то километр, вам приходится стоять и ждать, ждать, ждать. Если бы он был разбит хотя бы на маленькие поезда по 100 метров, вы бы могли проехать между ними. Но, к сожалению, вы не можете. Давайте поблагодарим эту очаровательную девушку за помощь. Сейчас у нас будет гораздо больше хардкора. Какие сейчас есть решения этих проблем в мире Яваскрипта? Ну, первое, что приходит на ум, это веб-воркеры. Тут вы выносите все тяжелые вычисления куда-нибудь подальше в отдельный поток. И он никак нам не блокирует UI-трет. И все бы хорошо, но у него есть определенные ограничения. Во-первых, для того, чтобы коммуницировать между потоками, вам приходится постоянно стерилизовывать данные, превращать их в какой-то набор бит, и потом десерилизовывать, уже превращать в объекты. И так постоянно. Из UI-трета в бизнес-трета, из бизнес-трета в UI-трета. Это все накладные расходы. Следующая проблема – это асинхронность. То есть все взаимодействие между потоками у нас асинхронное. Вы не можете, например, в качестве реакции на какое-то пользовательское событие выполнить какую-то логику в другом трейде, и потом решить, а стоит ли это событие останавливать, или пусть оно там дальше, допустим, распространяется. Кроме того, вы ограничены в том, какие вы можете использовать API. Это, например, DOM, CSS, HOME. Вы не можете использовать Canvas, геолокацию. Не можете взаимодействовать с историей, делать синхронные запросы. В том числе не можете получить XML из HTTP-реквеста. И вообще, в принципе, вы не можете взаимодействовать с объектом Windows. Ну и опять же, у вас нет красной кнопки, которая поможет вам сказать, что вот это вычисление пора бы уже прекращать, потому что результат его вам не интересен. Да, воркер можно принудительно остановить, но тогда остановятся все вычисления, которые в нем запущены. Вы могли бы запускать сразу несколько воркеров, ну, по воркеру на каждое вычисление, но это очень ресурсоемко. Многие наверняка слышали про React Fiber, где ребята из Facebook переписали, собственно, React, реализовали там собственную очередь, собственный стэк, все разбили на кучу мелких функций и тому подобные вещи. Я не буду вдаваться в подробности его реализации, это отдельная большая тема, поэтому расскажу лишь о его потребительских свойствах. Во-первых, вам для этого нужен React. Если вы программируете на Vue, на Angular, то вам React Fiber ничем не поможет. Спасибо, ваш кап. Во-вторых, это касается только слоя рендеринга. Все, что касается подготовки данных, загрузки данных и там подобных вещей, там, криптографии какой-нибудь, все это React вам, разумеется, не покрывается. Кроме того, его фича с асинхронным рендерингом, она все еще экспериментальная и по умолчанию выключена. То есть не стоит ожидать, что каким-то волшебным образом React решит все ваши проблемы. Стоит вам только обновиться. Ну и последняя отладка превращается в маленький филиал ада, потому что у вас уже нет функции, которая вызывает функцию, которая вызывает функцию. У вас получается очень много мелких функций, которые как-то там планировщиком вызываются, и, в общем, отлаживать это не очень приятно. Чуть позже я приведу иллюстрации этого. Итак, давайте попробуем обобщить подход React так, чтобы нивелировать его недостатки. Сверху вы видите долгую задачу, которая исполняется 126 миллисекунд. А снизу та же самая задача, но разбита на небольшие кванты времени по 16 миллисекунд. Почему 16? Потому что если мы хотим иметь 60 кадров в секунду, то у нас есть всего 16 миллисекунд для того, чтобы выполнить всю работу. Туда входят как наши вычисления, они тут желтенькие, так и вычисления, которые производит браузер для того, чтобы показать то, что мы натворили. Это такого фиолетового цвета. Поэтому нам нужен какой-то механизм, который разобьет наши долгые вычисления на небольшие кусочки. Мы могли бы это делать руками, но поскольку мы не знаем, сколько займут наши вычисления на конкретном девайсе, это может быть как какой-то там суперкомпьютер, так и какой-нибудь тапок, бабушкин тапок. Вот. Интернет вещей, все дела. Вот. Поэтому нам нужен рантайм-механизм, который отмеряет время вычисления и в определенный момент говорит, что нет, давайте подождем до следующего фрейма анимации. Значит, какие у нас есть механизмы для того, чтобы делать задачи останавливаемыми? Во-первых, это так называемые сопрограммы со стеком или файберы. Они имеют нативную поддержку в языках Go или Di. В Яваскрипте, к сожалению, нет, но есть расширение к ноде, называется ноде Fibers. Оно добавляет эту поддержку в рантайм. К сожалению, в браузере этой поддержки нет. Суть его в том, что у нас есть, допустим, функция One, которая знает про то, когда нужно приостанавливать вычисления. В данном случае мы просто говорим, что нужно по таймауту продолжить вычисления. А функции 2, 3, and 4, они ничего не знают про то, что вычисление может приостанавливаться. Они – это обычные синхронные функции. В общем, там можно использовать любые возможности Яваскрипта и не париться. И в последней строчке мы запускаем функцию for в отдельном файбере. И этот файбер будет приостанавливаться функцией One в случае, когда потребуется. Или не приостанавливается. Это она уже саморешает. Соответственно, файберов может быть запущено много. И они таким образом могут по очереди передавать друг другу управление. В рамках всего одного треда. Это про конкурентность, но не про параллелизм. Дальше. У нас в Яваскрипт из C-Sharp пришли так называемые сопрограммы без стека. То есть это функции, которые представляют из себя некоторый конечный автомат. Эти функции мы помечаем с ключевым словом await, а места, где эти функции могут приостанавливаться на промисах, мы помечаем ключевым словом ой, я оговорился. Функции помечаем с словом async, а места, где они могут прерываться, с словом await. Соответственно, все функции, которые у нас есть в промежутке между запуском, который у нас внизу for, и той функции, которая знает про то, когда нужно приостанавливаться, все эти промежуточные функции должны быть асинхронными. Поскольку мы не знаем, в какой момент именно нам нужно будет приостановиться, поэтому получается, что нам вообще все функции в нашем проекте придется делать асинхронными. И смысла в этих дополнительных словах просто никакого нет. Просто все функции асинхронные. Кроме того, асинхронные функции, они имеют свою цену, они исполняются медленнее, чем синхронные. И, кроме того, вы не сможете использовать некоторые API. Например, у array есть метод reduce, который не умеет принимать асинхронные функции. Давайте попробуем сделать что-то похожее на файберы, но оставаясь в рамках текущего рантайма. Сейчас вы видите подключение библиотеки молфайбер и заворачивание функции one в специальную обертку молфайбер асинг. Как видите, все промежуточные функции у нас по-прежнему остаются синхронными и ничего не знают про приостановки. И в конце мы запускаем новый файбер и в нем функцию for. В какой-то момент функция one решает, ну, точнее, обертка над этой функцией решает, что пора бы приостановиться. И она, как мы можем остановить наше вычисление, когда у нас там в стеке уже есть куча вызовов. Самый простой, быстрый и вообще работающий способ это кинуть исключение. Что и делает молфайбер асинг. Она кидает промеж в качестве исключения. А файбер, который запущен на последней строке, он ловит это исключение, подписывается на промеж, и когда этот промеж резолвится или реджектится, он перезапускает это вычисление. То есть for будет перезапущен, он перезапустит 3, перезапустит 2, а one на этот раз уже вернет актуальное значение вместо того, чтобы кидать промеж. Давайте представим, что у нас есть функция step, которая что-то выводит в консоль и занимает 20 миллисекунд времени. Есть функция wall, которая дважды вызывает функцию step. И тоже что-то пишет консоль. Есть содержимое консоли. И состояние дерева файберов. Если мы запустим этот код, то получим предсказуемый результат. В консоли мы постепенно выведем все, что от нас требуется, кэш у нас не заполнен. Но у этого простого, понятного и предсказуемого кода есть одна проблема. Поскольку функция step занимает 20 миллисекунд, а вызывается она дважды, то общее время исполнения 40 миллисекунд, что совершенно никуда не годится. Давайте обернем каждую из этих двух функций в обертку mall.fiber.funk, которая все, что будет делать, это запускать переданную ей функцию внутри файбера. Файбер что делает? Он запускает функцию, дожидается, пока она завершится, и кэширует результат ответа. При повторном запуске файбера он не будет уже запускать эту функцию, а будет сразу же возвращать ответ. В данном случае вы видите, что у нас появился файбер для функции волк. он создал файбер степ для первого запуска, и когда этот файбер был полностью исполнен, в кэш было занесено значение first. А вот перед тем, как запустить второй файбер, мы измерили время и поняли, что что-то мы как-то вывалились из нашего кванта, поэтому там был оброшен промис. Этот промис, который автоматически бросается для прерывания кванта, он автоматически резолвится в следующем фрейме анимации. Соответственно, в следующем фрейме мы получаем перезапуск волка, о чем свидетельствует дополнительная запись start, first done, но вот first begin повторно уже не был вызван, поскольку файбер первого степа, он вернул значение из кэша. А файбер второго степа, у него не было ничего в кэше, он исполнился, соответственно, написал все остальное до конца. Также можете обратить внимание, что когда файбер волк дошел до самого конца, он удалил все, что связано с обложенными файберами, то есть освободил память и дальше нас это не беспокоит. В чем проблема того, что у нас дважды вывелся start, first done, как этого избежать? Для того, чтобы это избежать, нужно понять, почему некоторые вещи повторяются, некоторые не повторяются. Тут вся суть в эдемпотентности. Функция console.log, она не эдемпотентна. То есть ее сколько раз не исполняй, она столько раз выведет в консоль. А вот файберы, они эдемпотентны. Они выполняют какое-то действие только один раз. А дальше, сколько их не исполняй, они это действие не повторяют. Чтобы лучше понять эдемпотентность, давайте поиграем в небольшую игру. Когда я хлопаю в ладоши, вы поднимаете руки. Когда я хлопаю в ладоши дважды, вы руки опускаете. Дайте. Класс. Класс. Нет. Операция подняйте руки, она эдемпотента. Вы ее можете поднять, но не можете поднять снова, когда она уже поднята. Поэтому сколько раз я не буду хлопать в ладоши один раз, ничего не изменится. Итак, давайте просто завернем функцию консоль лог в ту же самую обертку молфайберфан, которая превратит эту функцию в эдемпотентную. Как можете обратить внимание, на первом шаге у нас все примерно то же самое, с той лишь разницей, что в дереве файберов у нас появились дополнительные записи для функции лог, которые тут же заполняются результатом, работы, в данном случае это воиды. На следующем фрейме анимации у нас уже будут браться значения из кэша и логирование не будет повторяться. Таким образом мы в консоли получим ровно то же самое, что мы бы получили в случае синхронного кода. Но тут мы разбиваем все вычисления на два фрейма анимации. Давайте поговорим о том, как все это устроено под капотом. В какой-то момент перед тем, как запустить файбер, идет проверка. Типа, а текущее время не превышает ли установленный нами ранее дедлайн? Если превышает, то мы создаем промис, который резолвится в следующем фрейме анимации и кидаем его в качестве исключения. Как устанавливается дедлайн? Во-первых, мы берем текущее время, берем квант времени. По умолчанию квант времени это 8 миллисекунд. Почему именно 8? Если мы возьмем 16 миллисекунд, то мы не оставляем никакого пространства для маневра, для браузера. То есть мы 16 миллисекунд что-то делали, потом браузер начал рендерить, он там может еще, допустим, 8 миллисекунд рендерить. Мы получаем меньше 60 фпс. Поэтому нам нужно квант делать чуть поменьше. С другой стороны, если браузеру ничего не нужно рендерить, то нам бы хотелось, чтобы вычисления были как можно более плотные. То есть занимали все эти 16 миллисекунд, чтобы мы как можно быстрее получали результат. И в этом случае, если мы берем кванты по 8 миллисекунд, то мы в один фрейм анимации можем всунуть либо два кванта для вычислений, либо один квант для вычислений, и один для браузера. Если браузер есть что порендерить, он порендерит. Если нет, то мы можем еще один квант зарендерить. Дальше. К этим 8 миллисекундам добавляется дополнительное слагаемое, которое может достигать 100 миллисекунд. Есть идеи, зачем иногда бывает нужно увеличивать квант стой существенно? Что? Нет, анимацию это остановит. Еще идеи? Ладно. Вся проблема в отладчике. Если вы включите в отладчике остановку на исключительных ситуациях, то он будет вас терроризировать, потому что каждые 8 миллисекунд он будет вам останавливать все. Это никуда не годится. Поэтому, чтобы детектировать, что мы останавливались на отладчике, мы замеряем время, которое прошло. Если у нас прошло дофига времени, то мы считаем, что либо у нас было долгое какое-то вычисление, которое мы не квантифицировали, что уже достаточно странно, либо мы просто остановились на отладчике, что-то там поделали и его отпустили. Чтобы не останавливать отладчик в следующие 8 миллисекунд, мы добавляем дополнительное слагаемое, чтобы до 100 миллисекунд, чтобы что-то еще поделать. Таким образом, частота остановки отладчика там снижается на порядок. С другой стороны, если у нас было какое-то долгое вычисление, то мы добавляем всего 10% от этого вычисления, что не сильно ухудшает наш FPS. То есть, если у нас уже было 100 миллисекунд какое-то вычисление, и FPS у нас просел до 10 кадров в секунду, ну, будет 9 кадров. Небольшая разница. Все это суммируется, и мы получаем новый дедлайн, с которым сравниваем время. Теперь небольшой квиз. Если мы напишем вот такой вот код, в каком месте будет остановка отладчика? В первом или во втором? Давайте, кто считает первым, поднимет руку. В режиме автоматической остановки на исключениях, разумеется. Кто считает, что первый? Кто считает, что на втором? Отлично. Большинство знает, что именно на втором. Проблема тут в том, что он позволяет останавливаться на первых. Да, он позволяет останавливаться вообще на всех первых, и тогда ты начинаешь останавливаться даже на тех, на которых ты бы не хотел останавливаться. То есть, многие библиотеки используют try-cache для того, чтобы детектировать какие-то фичи. В итоге ты там перезагружаешь вкладку, и начинаешь там 10, а то и 20 раз нажимать далее, 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 чтобы дойти до нужного тебе исключения. Чтобы этого не происходило, приходится выключать эту фичу. Но из-за try-cache мы попадаем не в первое место, где исключение было брошено, а в самое последнее место, где оно было брошено и не перехвачено. А это, как правило, очень далеко от того места, где у нас возникла ошибка, и куда нам бы хотелось попасть. Но и совсем без исключения нельзя, так как нам нужно знать, какие ошибки происходят у нас в файберах, и там их как-то обрабатывать. В браузерах и в ноде есть механизмы для отлова неперехваченных исключений. То есть там всплывает специальное событие, оно говорит вообще обо всех неперехваченных исключениях. Были ли они в вашем файбере, в чужом файбере, были ли они вообще в файбере, и это вам придется выяснять с помощью гадалки. Есть гораздо более лучший способ. Это использование промисов. В данном случае мы запускаем промисы, в коллбеке запускаем наше вычисление. Поскольку этот коллбек запускается синхронно, то, в принципе, для внешнего кода ничего не поменяется. С другой стороны, если там возникнет исключение, то отладчик остановится именно на том месте, где исключение было брошено. Но потом у нас сработает хендлер кэч, и туда мы получим именно то исключение, которое возникло в нашем вычислении, что довольно удобно. Именно такой метод используется в моллфайбере. Теперь давайте сравним коллстэк реактфайбера с моллфайбером. В реактфайбере, если возникает исключение, вы видите примерно вот такую картину. Очень много кишочков реакта, и действительно полезных вещей тут очень мало. То есть текст исключения, конкретное место, где оно возникло, но нет информации о том, как вы до него дошли. То есть именно стэк трейса нет. Есть трейс-компонент, но опять же непонятно, какой именно экземпляр компонента. То есть у вас есть компонент А, в нем компонент Б имеет несколько экземпляров. И в каком из них возникло исключение, тут вы не можете никак узнать. В случае моллфайбера, благодаря исключениям, благодаря именно нативному стэку, а не его эмуляции на Ява-скрипте, и благодаря небольшой постобработке исключений, мы получаем очень полезный стэк трейс. То есть у нас был вызов функции walk, потом был вызов функции step, и конкретные места в коде, где мы в них были. При желании это exception можно развернуть, там будет уже собственно кишочки моллфайбера, но они как правило не интересны. Итак, для прерывания кванта времени у нас кидается promise. Это первая часть кода. Для того, чтобы обработать исключения, мы проверяем. Если это у нас promise, то мы создаем листинер, который перезапускает файбер, и подписываемся, собственно, на этот promise. Тут все достаточно просто и понятно. Но вручную кидать эти promise, вручную выбирать, кидать их или не кидать, это достаточно утомительно. Поэтому я написал несколько интересных оберток. Во-первых, это упомянутый ранее моллфайберфан, который берет любую функцию, превращает ее в идемпортнентный файбер. В данном случае вы видите функцию main, которая загружает какие-то данные с гугла и выводит их в консоль. Она работает точно так же, как синхронный код, но при этом она делает асинхронный запрос. Разумеется, вы можете не только функции заворачивать, но и методы объектов. Просто добавляете декоратор, и вот вы тут загрузили данные с гугла, передали их на Яндекс. Как может быть реализована функция загрузки данных? Вы можете взять нативную функцию fetch, которая является асинхронной, то есть функцией, которая возвращает некоторый промис, и превратить ее в синхронную. То есть в рамках файбера эта функция будет выглядеть как синхронная. Вам не нужно писать никакие wait, не нужно писать then, catch и там подобные штуки. К сожалению, если вы просто вот так воспользуетесь fetch, то у вас не будет такой фичи, как остановка запроса. То есть в какой-то момент вы можете понять, что результат работы файбера вам не интересен. И вы можете сказать файберу, типа, все, давай, уничтожайся. И файберу нужно как-то сообщить в данном случае fetch о том, что нужно прервать запрос и вообще не тратить на это дело больше ресурса. В данном случае мы используем новенький IP abort controller для того, чтобы сообщить fetch, когда нужно прервать запрос. Как видите, тут используется уже другой механизм, обертка async. Что она делает? Она дает вам некоторый callback и вызывает вот этот хендлер. Вызывает только один раз для инициализации. Внутри этого хендлера вы подготавливаете какие-то асинхронные запросы. В данном случае делается fetch и подписывается на resolve и reject. Первый аргумент это resolve, второй и reject. И последним аргументом вы возвращаете функцию, которая будет вызвана в случае преждевременного уничтожения файбера. То есть API примерно похожа на observable. Значит, функция back что делает? Если вы в... Back она тоже является оберткой, вы в нее заворачиваете ваши коллбеки. Если в вашем коллбеке происходит какая-то исключительная ситуация, то она прокидывается как результат работы файбера. Если вы в нем возвращаете результат, то это будет результат файбера. В данном случае может показаться, что это такое излишнее усложнение. Но, как правило, когда вы получаете результат, вам еще нужно сделать какую-то постобработку. Например, вы тут получили результат в виде текста, и вам текст нужно распарсить. И в процессе парсинга может возникнуть исключение. Поскольку вы все это завернули в обертку back, это исключение будет автоматически перехвачено, вам не нужно об этом беспокоиться. Разумеется, все, о чем я говорил, полезно не только на клиенте, но и на сервере. Например, мы можем написать обертку вокруг middleware, которая принимает, собственно, какой-то middleware. И для каждого middleware она запускает в отдельном файбере. При этом она подписывается на событие close, которое возникает, когда клиент отключается. То есть если клиент сказал, сгенерируй мне кучу данных, а потом взял, у него сеть отвалилась, и он все равно уже не сможет принять ответ, который вы для него сформируете. В этом случае вы могли бы прервать ваше вычисление, что, собственно, тут и делается. В случае, когда приходится обойти close, мы говорим файберу, все, ты больше никому не интересен. Ну и последнее, в самом конце обертки мы просто запускаем этот файбер. Как видите, в самом конце у нас есть пример кода. Так же, как если бы мы писали любой другой middleware, мы просто его завернули в нашу обертку, и у нас все это запускается внутри файбера. Кроме возможности отмены, мы получаем еще и возможность конкурентного исполнения нескольких задач в рамках одного потока. Сверху вы видите, как происходит обработка трех запросов, первый из которых был очень длинным, занял 100 миллисекунд. Второй запрос был очень коротким, практически не потребовал никаких дополнительных расчетов. Ну и третий там середнячок. Из-за того, что трет был занят первым запросом, собственно, красным цветом я пометил те запросы, которыми был занят процессор в каждый момент времени. Из-за того, что первый запрос долгий занимал процессор, второй запрос никак не мог ничего сделать. Хотя он сам-то по себе очень короткий и должен отрабатывать быстро. Во втором случае у нас была применена квантизация. И, как видите, у нас каждый примерно, на 8 миллисекунд управление передавалось между разными файберами. Таким образом, обработка вот этого быстрого запроса, она хоть и стала медленней, ну, за счет того, что параллельно обрабатывается несколько запросов, но она уже не столь фатально медленно, как в случае первого варианта. Подводя итог, можно выделить следующие положительные стороны данного решения. Это, во-первых, отсутствие требования какой-либо поддержки в рантайме. То есть вы можете это применять в любой, используя любую виртуальную машину из JavaScript. Вы получаете возможность отменять запросы в любое время, ну, с погрешностью 8 миллисекунд. Вы получаете хороший FPS, ну, если делаете все правильно. Вы можете параллельно выполнять несколько задач, и при этом не дожидаясь, пока одна из них закончится. Вы получаете достаточно хороший дебаг-экспириенс по сравнению с конкурентами. И размер бандла у вас увеличится на жалкие 3 килобайта, это ни о чем. Какие есть нюансы? Во-первых, вам требуется инструментация. То есть это не волшебная пилюля, которую вы приняли, и у вас вот все, теперь все отлично. К сожалению, придется думать о том, где, что и как оборачивать. Это просто инструмент, который вы можете использовать, и с помощью него вы можете реализовать квантизацию малой кровью. Но он ее не сделает за вас сам. Весь код должен быть идемпатентный. Это не такое страшное ограничение, как может показаться. То есть идемпатентность в программировании, она вообще очень классная штука. Собственно, функциональное программирование любят именно из-за того, что, главным образом, что чистые функции, они идемпатентны. Их сколько раз не вызывая, они вам один и тот же результат выдают. И я раньше показал, как можно как неидемпатентные функции превращать в идемпатентные. Ну и, наконец, на мой взгляд, самый незначительный нюанс, это то, что общее время исполнения кода, оно все-таки замедляется за счет того, что мы выполняем несколько задач одновременно и за счет того, что все это имеет некоторую свою цену. Не нулевую. Сейчас вы видите полезные ссылки. Это, собственно, данные слайды. Вы можете почитать на досуге. Там будет текстовая расшифровка, так что читайте, в общем. Значит, онлайн-демо, где вы можете потыкать на кнопочки, посмотреть в DevTools, как все это выглядит. Там флейм-чарты рисуются, все такое. Значит, почитать документацию и вообще заходите к нам в чатик. Мы часто обсуждаем всякие странные вещи. На этом у меня все. Спасибо. Вопросы? Спасибо за доклад. Интересно. Хочется прояснить. Я просто не знаком с библиотечкой NodeFiber. Вот. В чем отличие этой библиотеки от NodeFiber? NodeFiber это расширение к ноде. Это именно нативное расширение. Оно не работает в браузере, сатану? Оно совершенно не может работать в браузере. Но по синтексу, по использованию примерно то же самое получается, да? Да, я старался сделать, чтобы было примерно похоже. Хорошо. Второй вопрос про производительность все же. Если сравнить, скажем, берем какую-нибудь быструю сортировку, реализуем ее синхронно. Вот. При этом каждую перестановку двух элементов в этом алгоритме делаем, ну, делаем там, не знаю, полмиллисекунды, не знаю, какое-то время, чтобы занимало. Если сравнить такую реализацию, сравнить какую-нибудь реализацию, то же самое на осинковейтах, то есть смоделировать все это же самое, просто осинковейтами и с помощью файбера, файбер-роф. кто будет выигрывать, понятно, что выиграет синхронный код, кто выиграет осинковейт или вот эта реализация. То есть делали какое-нибудь сравнение производительности вот именно между осинковыми? Достаточно сложно сравнивать библиотеки по производительности, если они имеют разные потребительские качества. То есть я как раз акцентировал внимание на том, что в случае осинковейта вам нужно все функции сделать осинковыми. то, как разработчик будет ощущать, то есть что ему надо будет писать. Вам нужно сначала решить, как вы хотите программировать, а потом уже решать, какой инструмент вы будете использовать. Окей, то есть сравнений нету, неизвестно. Нет, я сравнений не делал. Было бы здорово. Единственное, что, смотрите, про накладные расходы. Если вы просто запустите в файбере какое-то долгое вычисление, но оно и будет долгим, никто его не квантифицирует. Вам нужно, соответственно, какие-то вложенные кусочки логики заворачивать в файбере, чтобы была возможность прерывания. От того, насколько мелкие эти кусочки, зависит то, насколько, например, вы получите хороший фпс. То есть чем меньше кусочки, тем вы более точно гранулируете вычисление. С другой стороны, чем меньше кусочки, тем, разумеется, больше накладные расходы на всю вот эту магию. Соответственно, оборачивать каждую операцию сложения в файбер, это вот из пушки по воробьям. Вы сделаете все очень медленно. Имеет смысл в файбере заворачивать какие-то куски, которые занимают порядка одной миллисекунды. Ну, и чуть меньше, чуть больше. Спасибо. Вот, и тогда получается, что если у вас там один кусочек одна миллисекунда, а в кванте у нас восемь миллисекунд, ну, восемь вызовов, это, в принципе, ни о чем. Еще вопросы? Окей, тогда скажем спасибо докладчику. Спасибо, что послушали. Я, если кто-то хочет еще со мной поговорить или сделать селфи, я буду на третьем, как это называется? Дискуссионной зоне. Дискуссионной зоне, да. Спасибо.